Всем доброго времени на суток, хотелось бы сегодня продолжить тему, такую как верность. Измена верности и рожьи. Могу подтвердить то, что вообще в идеале это так все есть. Даже могу сказать так, что мужчины, которые строили свою судьбу сначала с одними женщинами, потом разводились и уходили к другим. Но бывают разные ситуации, я не могу сказать, что это однозначно так. Потому что я сейчас буду говорить, всегда бывают исключения, но не судя по тому, что смотрю вокруг. Когда один мужчина с одной женщиной жил, вот именно в этих ситуациях, можно сказать, на 100% что-то так. Поднялся человек, имел свое дело хорошее, имел процветание в этом деле. То есть поднимался как мог и очень хорошо, причем. Потом при пике своей успешности он разводится с этой женщиной и уходит к другой. Результат через года три, наверное, четыре, может быть, меньше. У этого человека все пошло на спад. Его бизнес пошел на спад, его дела пошли на спад. Ну, то есть все, что он делал, у него начало рушиться. Не могу ничего сказать, но получается почему-то, что тогда, да, что от женщины зависит это тоже в какой-то степени. Вот это все хотелось бы процитировать слова своего учителя. Верность и ваш эксперт Андрей Дюйко связывают политику с упадком духовных ценностей. И вообще, когда у людей начинается ругань, скандалы с семьями, там, у них хорошие какие-то обвинения в разную сторону, зачем кого-то в чем-то винить смысл? Это укрепляет семью, это дает почву. Нет, да, думаю, что так. Тогда зачем кого-то обвинять или что-то плохое говорить в семье, или кого-то обвинять при этом, винить еще при этом чувствовать себя непонятно. Ну, мне кажется, это глупо, тем более женщина, да и мужчине же, да и женщине вообще не стоит этого делать. Вот мне хочется прочитать вот его слова, подтвердить под каждым словом, поддерживая каждое слово, которое говорит мой учителя Андрея Дюйко. Что было бы, если бы все матери, живущие на Земле, на планете Земля, предавали всех детей, которые у них родятся? Прекратили бы о них заботиться? Ну, что было бы? Через некоторое время цивилизация прекратила бы свое существование. Мир бы закончился. То, что делает цивилизация, цивилизация, это верность матерей своим детям. И так константирует эзотерик Андрей Андреевич Дюйков. Он уверен, верность и честность – ключ в духовности человеческой. Предатель предавать может каждый, любой человек может предавать. А вот быть верным, быть духовным, оно сложно. Могу подтвердить 100%, потому что в моей семье, в моей семье, не муж и на этот, а с мамой есть такой случай, когда это есть. И то есть этот человек живет спокойно, ей хорошо. То есть она еще умудряется обвинять окружающих, умудряется обвинять всех вокруг. А дети, то есть действительно, если бы не было этого всего, не было бы цивилизации, не было бы вообще, наверное, людей, это неправильно. Когда мы имеем уверенность в опору в своей семье, где мы живем, мне кажется, спокойно. Вы так знаете, как учитель Андрей Андреевич учит, что должны быть отложены деньги. Это как на черный день отложены деньги, это точно такие же, наверное, стабильные отношения, когда ты уверен в том, что тебя не обманут и не предадут. Вот это, наверное, самое главное, и залог вообще всех отношений во всем. Но я не могу сказать, наверное, что с чужими людьми это настолько... С близкими людьми, да, тех людей, которые ты уверен, и что нам не подведут и не сделают ничего плохого. Мы за семью. Все, все кайласовцы, все инды, мы за семью. И этому у нас учит Андрей Андреевич Байков. И он объясняет, как жить, что делать, и что при этом нужно говорить. И как при этом поступать. И как в негативных ситуациях стоило бы жить, и говорить, и чувствовать даже. Если вы не знаете, как это все, что идет, то проходите первую ступень. Хотя бы бесплатную. Никто вас туда не тащит, но там есть ответы на все вопросы. Думаю, на все абсолютно вопросы. Доброго всем настроения. Хорошего настроения. Удачи, успешности во всем. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте обязательно, пожалуйста, лайк, если вам не трудно. За крепкого здоровья. Все остальное будет. До свидания.